Привет, друзья! Вы на канале Солена, и сегодня мы с вами поговорим про главное. Как помочь своему мозгу быстрее, быстрее работать? И нужно ли быстрее? Давайте сегодня с вами разберем, начнем разбирать тему мозга, и она просто бесконечна. И сегодня я вам дам некоторые моменты, которые действительно влияют на мозг. Вот ко мне приходят часто клиенты, говорят, ну, что-то мне с головой, что-то мне с головой вообще непонятно. Ну, и человек вроде бы у невролога был, там еще где-то был. Ну, на самом деле, вот базу, которую должен знать каждый. Во-первых, мозг потребляет больше всего энергии, чем какой-либо другой орган. Мозг – это частично жир, да, и если мы, ну, не поставляем данную энергию или ее неправильно обрабатываем, мы недополучаем. Следующий момент – мозг любит витамины, и это правда. То есть питание для мозга не может быть, если вы, конечно, не охранник, и вам вообще все равно на свою жизнь, и вы хотите где-то, где-то, не знаю, найти себя после 50 в переходе, то, соответственно, мозг – это все, что есть ваше внутри вас. То есть все, что вы потребляете. Какой контент? Контент, помните, самый главный момент, какой контент вы потребляете. Не потребляете плохой контент. Я всегда об этом говорю своим клиентам. То есть какая разница, что там происходит по телевизору, какая разница, что там происходит у соседей, у ваших друзей. Потребляйте контент, который вас развивает. Например, как управлять чувствами, как управлять мыслями. Изучайте английский, делайте те вещи, которые нравятся мозгу. Мозгу нравится зарядка. Зарядка реально нравится мозгу. Она, может быть, не нравится вам и вашей силе воли, но мозгу она очень помогает. Мозг – просто такой орган, который просто, ну, может функционировать до самой-самой старости. Если у вас все хорошо с мозгом, поверьте, вы уж придумаете, как там подлатать себе какой-то орган или что-то там подчинить. Потому что это то, что просто мощно будет вести вас всю свою жизнь. Мозг не любит токсины, мозг не любит безделие, мозг не любит малоподвижный образ жизни. И мозг не любит плохое отношение к себе. Когда вы что-то говорите о себе, когда вы наговариваете, когда вы на себя навешиваете какие-то ярлыки. Мозг все это помнит и считывает. Ведь вы это и есть. И у вас пришла какая-то мысль, и она сразу пошла в мозг. Я не получилась, и меня не возьмут. Я идиот. Или, ну, что-то такое. Я плох в сексе. Я чего только не слышала, что о себе говорят люди, но это же повторяется в их жизни. Это становится какой-то бесконечной-бесконечной эгидой. И действительно, это как самосбывающееся пророчество. Меня никогда не возьмут на эту работу. Я никогда не стану программистом. Я никогда не рожу пятерых детей. Или никогда я не перееду в Лондон. И вот это все становится просто какой-то ужасной болезнью для вас. И я бы сказала, что для того, чтобы изменить ту ситуацию, первое, обратите внимание на базу. База для мозга. Движение, еда, сон, закрытие дефицитов, программирование себя, изучение, постоянное изучение и повышение своей квалификации. Будь вы, не знаю, как я сказала, охранник в Макдональдсе. Здорово! Но в момент какой-то разгрузки вы можете слушать английский, вы можете выходить на улицу. И мозг любит медитацию. Вы помните о том, что мозг любит, когда вы отдыхаете. Ведь мы действительно устаем от того контента, от всей среды. И если у вас действительно есть какая-то усталость, возьмите и начните медитировать. Ну, если у вас не было такой практики, займитесь ей со своим коучем, либо попрактикуйте сам, если вы знаете, как это делать. И создайте себе такую базу, которая будет дальше и дальше вас вести. Также, друзья, я бы сказала, что если вы хотите до старости, до 100 лет быть просто крепким орешком, и ваш мозг будет как крепкий орешек, то начните следить за тем, что любит мозг. А мозг тоже любит, кстати, орешки. Про питание мозга мы с вами, я вам расскажу в отдельном видео. Но мозг не любит, когда вы даете, что попало вот сюда, да? Ну, вот в рот, да? Мозг не любит, когда вы лишаете себя, кстати, тоже удовольствия. А удовольствие у каждого совершенно разное. Кто-то любит, простите, журналы какие-то посмотреть, да? Я знаю, ребята, кто меня смотрит, да, я помню. Кто-то любит... Кто что любит, да можете писать. Но, друзья, ваш мозг будет всегда энергичным, подвижным, интересным, если вы будете заботиться о том, что приходит вот сюда. Информация, мысли, убеждения, поступки. Мозг чувствует, он все чувствует. И если вы себя настраиваете, вы можете даже заниматься самопрограммированием. Я 100 пудов стану, хотела сказать, дорогим трихологом, но это не про меня. Я 100 пудов стану продавать свои тренинги, или я 100 пудов, я уверен, и я каждый день действую в своем направлении. И это как заезженная пластинка. И она появляется, оп, ой, оказывается, я уже на своей зарядке. Ой, а я же ее так не любил. Ну, я уже как-то привык. Ой, я раньше как-то получал 7 тысяч за консультацию, но теперь я уже привык получать 10. Ну, как бы потому, что это моя норма. И мозг привыкает. У меня есть норма. Норма съесть здоровую еду. Норма иметь секс несколько раз в неделю со своей любимой женой. Норма заняться медитацией. Норма сегодня я учу английский. Норма я сегодня на этой неделе создаю новый проект. Норма. И это как бы становится нормой, что вы поднимаете свой левел. Когда левел опускается, мне нечего делать. Пойду попью чаю с булочкой. Посижу, посмотрю журнал. Посмотрю на птичек. Что-то скучно стало. Пойду покурю. Пойду пиво попью. Пойду, надеюсь, среди моих клиентов и тех, кто меня слушает, нет таких людей. И даже если они есть, то мы с вами немножко сделаем апгрейд. Надеюсь, видео было вам полезным. Пишите комментарии. И вечером у нас прямой эфир по... Почему? По действительно апгрейду мозга. Только здесь буду уже не я, а здесь всего лишь будет доктор психологии и философии, будет эндокринолог, будет нейропсихолог. Ну, я как небольшой организатор и также психотерапевт пока еще. До новых встреч!